Здравствуйте! Программа «Колейдоскоп» на ваших экранах. И сегодня, как обычно, мы расскажем о самых ярких и интересных событиях уходящей недели. Она выдалась довольно богатой на различные мероприятия, открытия выставок, концерты, премьерные спектакли. Но обо всем по порядку. На сцене театра на Соборной состоялась очередная премьера. На сей раз зрители смогли увидеть настоящий английский детектив. «Чем хорош настоящий детектив?» – спрашивает Эдвард Тейлор и сам же отвечает. «Развязка должна обманывать читательские интересы». Именно его пьесу «Убийство по ошибке» смогли увидеть рязанцы 1 апреля на сцене театра на Соборной. Режиссер спектакля Марина Есенина уже обращалась к этому материалу и ставила на сцене Рязанского драматического театра пьесу английского драматурга. Но в этот раз выбор именно на это произведение пал не случайно. Но здесь, наверное, не столько желание, сколько потребность. Потому что четыре бенефицианта нужно было найти пьесу на четырех исполнителей, и где все четыре роли соответствовали бы бенефисным ролям. А так как к этой пьесе я уже обращалась, достаточное уже количество времени на сцене Рязанского драматического театра оставила убийство по ошибке, то после долгих поисков какого-то материала для наших уважаемых бенефициантов я вдруг вспомнила, что это замечательная пьеса. И то, что не все, что я хотела сказать до этого в том спектакле, который шел на сцене драматического театра, то есть у меня появилось много чего еще туда добавить. Юрий Антонеев, Людмила Сафонова, Владимир Баранов, Андрей Торхов. Для этих четырех замечательных артистов спектакль стал бенефисом. И кажется, они остались довольны тем, что бенефис получился именно таким детективным. Я люблю детективы очень. И зрители любят детективы. Все их любят. А кто не любит? Вот, пожалуй, режиссеры и не любят. Действительно, детектив достаточно редко идет на сценах российских театров. Ведь, как правило, посмотрев детективную пьесу однажды, вряд ли зритель пойдет на нее во второй раз. Задача же режиссера поставить спектакль таким образом, чтобы его захотелось пересмотреть снова. Вот в этом сложность постановки детектива, чтобы не обмануть зрителя, как и Агата Кристилина, чтобы все соответствовало. Вот, чтобы не обмануть зрителя, чтобы придя второй раз смотреть спектакль, он увидел, что здесь игры в поддавке нет, что актер на самом деле и в первом акте тянет его преступника, хотя ничто на него, собственно говоря, не указывает. Герои пьесы Гарольд и Пол – писатели, которые давно работают в соавторстве. Однако в их творческом союзе назрел кризис, и Гарольд решает прекратить сотрудничество. Тут и выясняются нелицеприятные подробности его прошлого, которыми Пол начинает шантажировать напарником. Пересказывать полностью сюжет мы, конечно же, не будем. Лучше вам самим прийти и убедиться в том, что высказывания автора пьесы о неожиданной развязке применимы и к этой постановке. Ну а теперь посвятим несколько минут нашего эфирного времени выставочной жизни Рязани. На прошедшей неделе в нашем городе открылись две новые экспозиции. Одна в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, другая в художественном музее. Вот как раз туда мы сейчас с вами и направимся. Он был первым. Именно такое название носит выставка, открывшаяся в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Как вы уже наверняка догадались, посвящена она Юрию Гагарину, а приурочена к 55-летию со дня первого полета человека в космическое пространство. Для старших поколений имя Юрия Гагарина, оно, разумеется, родное, может, даже святое. И все его помнят, все его любят. Но вот молодежь, которая родилась уже спустя многие годы, уже, знаете, так с трудом представляет. Если не что это было у человека, а в чем его заслуга. Главная задача сотрудников музея – не просто рассказать о том, кем он был и чем прославился, а сделать это, отойдя от принятых и уже привычных шаблонов. Юрий Гагарин был отличником в школе, хорошим другом, летчиком, космонавтом. Но в первую очередь он был человеком, которому пришлось преодолеть множество сложностей. Вот он был в детстве. Было много проблем, разумеется. Война, оккупация и так далее. Вот он учился. Как он стал летчиком, потом как он стал космонавтом. Это вообще было не так все просто. Ну и, наконец, самое главное – это его полет. А полет его был делом, скажем так, непростым. Очень много было сложностей. Были моменты, когда он был на грани гибели. И вот, когда начинаешь это подробно изучать, я надеюсь, что и зрители это увидят здесь, начинаешь, на самом деле, понимать, за что его любили и ценили. Кстати, Юрий Гагарин бывал в нашем городе. Здесь жил его брат, которому он наведывался в гости. И вот у нас здесь представлены на выставке редкие кадры, когда Юрий Гагарин с женой и дочерью находятся прямо на территории Кремля Рязанского. Я думаю, это все будет очень интересно. И особенно мне хотелось бы, чтобы молодежь как-то оценила вот этот вот подвиг. И, ну, может быть, если не, так сказать, приняла вот сердцем, то хотя бы вот умом поняла, что это было событие из ряда вон выдающиеся. Большинство экспонатов, представленных на выставке, не одно десятилетие хранились в фондах музея. И некоторые из них выставляются впервые. Например, пиджак, который принадлежал Юрию Алексеевичу. В музей он попал благодаря семье брата-космонавта. И, как оказалось, этот пиджак был подарен Гагарину после его полета в космос. Мы нашли такой интересный документ, который был, долговорим, засекречен, где были перечислены вещи, которые Юрию Алексеевичу были после этого полета подарены. Там в том числе перечисляли два пиджака. И вот один из этих пиджаков, два костюма из этих. И один из пиджаков из этого костюма представлен на нашей выставке. Кроме того, здесь можно увидеть скафандр нашего земляка, космонавта Владимира Аксенова. Редкие фотографии, памятные медали, книги с автографом Гагарина. Кстати, сотрудники музея принимали активное участие в формировании этой выставки. У многих дома хранились вещи, связанные с именем Юрия Гагарина. Выставка «Он был первым» будет работать во Дворце Олега до 24 апреля. Так что поспешите. А в Рязанском художественном музее открылась персональная выставка Александра Антипкина, посвященная его 70-летию. И казалось бы, именно он, автор этих полотен, должен получать поздравления и подарки. А получается, что главный подарок подарил нам сам Александр Михайлович. Кажется, он просто изображает окружающий нас мир, но на самом деле с помощью своего творчества он старается сделать его чуть лучше, добрее. Кто-то из великих, ну я просто сейчас говорю, вы должны знать, говорил, что красота спасет мир. А я считаю, что доброта спасет мир. Вот чтобы они видели добро. Александр Антипкин – уроженец Ухловского района. Однако профессиональное образование он получил вдали от дома. Сначала во Владивостокском художественном училище, затем там же в Институте искусств. Однако тягу к живописи он ощутил еще в далеком детстве. Когда мне было 5 лет, я по старому русскому обычаю продавал невесту. И вот мне заплатили 40 рублей по тем. Я пошел и купил краски. Принес домой, мать их в печке сожгла. Вот это и говорит о том, что когда я хотел, наверное, писать. Среди его работ – портреты, натюрморты, но все же больше их часть – пейзажа, глядя на которые, кажется, ты можешь почувствовать запах осени или ощутить легкий морской бриз. Одним словом – это живописец. Это живописец, как говорится, большого полета. Очень чувствует цвет прекрасный. А вдобавок еще у него душа прекрасная. Поэтому добавляется это внутреннее, ведь работы без души сделаны как-то. Они могут быть красивые. У него красота и живописная на очень высоком уровне. А вдобавок прилагается к этому и прекрасная душа. Сегодня Александр Антипкин живет на родине, в поселке Красное Ухловского района. В город он выбирается нечасто. Тем радостнее была встреча с художником для его коллег и учеников. Ну а все рязанцы могут познакомиться с несколькими десятками полотен живописца, посетив Рязанский художественный музей. Приезд в наш город иностранцы уже само по себе событие довольно заметное. Но если еще этот иностранец является знаменитым шведским музыкантом, оно интересно для нас вдвойне. Так что я предлагаю вам вместе с нами отправиться в кафе «Фонтан» и насладиться удивительной музыкой. Адам Эвальд – знаменитый шведский музыкант, названный «Северным романтиком» за невероятно нежные композиции, которые буквально окутывают слушателей, уводя в чарующий мир музыки. На сегодняшний день он является одним из самых гастролирующих европейских музыкантов. В конце каждого года Адам Эвальд на два месяца отправляется в кругосветное турне. Обязательное условие – побывать минимум на трех континентах. Впервые он приехал в Россию два года назад. Тогда он покорил своим выступлением Санкт-Петербург, а наша страна, в свою очередь, произвела на него неизгладимое впечатление. Я бы хотел сказать, что это было очень интересно – впервые побывать в России, потому что многие люди говорят о России. Те, кто побывал здесь, и кто не бывал. Чаще всего это довольно странные истории, построенные на стереотипах. А когда ты приезжаешь, то понимаешь, что все неправда. Реальность оказалась лучше рассказов. Особенно поражает гостеприимство. Я, конечно, слышал, что русские очень гостеприимны, но дело слышать, а другое – прочувствовать это на себе. Это не значит, что ты идешь по улице, и все улыбаются, и радуются. А вот в наш город музыкант приехал впервые. Я приехал этим утром в 6 утра. Я прогулялся по городу. Сегодня был прекрасный день. Я прошел по улице Ленина до Кремля. Мне все очень понравилось. Выступление Адама Эвальда прошло в кафе «Фонтан». Народу было немного, но, пожалуй, именно такая камерная атмосфера помогала восприятию чарующего голоса в обрамлении волшебной музыки. Продолжение следует... Адама Эвальда прошло в кафе «Фонтан» 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 Адам Эвальд сам пишет музыку, сам сочиняет тексты и сам же себе аккомпанирует. На вопрос, о чем его песни, певец ответил, что они о событиях, которые способны кардинально изменить жизнь человека. Очень, это может быть очень большая потеря, или, возможно, те вещи, через которые проходит каждый, это может быть потеря близких людей, или же это может быть развод, возможно, это сложные отношения с детьми. Или что-то подобное. Это обычные вещи, которые могут случиться с каждым. Некоторым нужна помощь, чтобы пройти через них. Другие же без чьей-либо помощи идут вперед. А мои песни о том, как можно справиться с этими сложностями, с изменениями в жизни. А в широком смысле они об окружающем нас мире. Даже не понимая смысла песен, публика все равно начинает чувствовать умиротворение. Такое ощущение, что певец говорит «все будет хорошо», а ты ему безоговорочно веришь. Однако в перерывах между композициями Адам встряхивал публику порции самоиронии и скандинавского юмора. Что ж, шоу закончено. Всего лишь три песни. Это было шведское шоу. Надеюсь, вам понравилось. Несмотря на то, что певец общался с публикой на английском, кажется, все его понимали и реагировали на шутки. А концерт, конечно же, продолжился, и рязанцы получили возможность услышать еще много волшебных композиций шведского певца. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!